Привет, народ! С вами сегодня снова я, Евгений Пугач. И сегодня я хотел бы с вами поговорить на тему бариатрических операций и почему конкретно я сделал две операции. В первом своем прошлом видео я вам рассказывал про то, что мне 37 лет, и я сделал две операции, и вкратце объяснил почему. Но мы с вами не учили один интересный факт, что иногда, когда люди идут на бариатрические операции, есть побочки. Побочки могут быть совершенно многообразные и разные. Одна из самых знаменитых побочек, как правило, у всех бариатриков, и неважно, какую операцию вы сделали, кроме кольца или на русском, если я не ошибаюсь, называется бандажирование, нас с вами ждут камни в желчном пузыре. У меня на данный момент камни в желчном пузыре есть, я знаю, что есть пару штук, но они мне не мешают, поэтому мне их не удалили и оставили так, как они есть. Это самая известная побочка. Есть очень много побочек, которые люди не знают, при тем, как они идут на операцию. Поймите, операция, как я говорил и буду говорить во всех остальных своих роликах, операция бариатрическая, это не волшебная палочка, что вот по взмаху волшебной палочки я бум, сделал операцию и стал худым. Теперь, очень важная небольшая ремарка, что вы должны понять, что я не врач, я не доктор, у меня нет медицинского образования полноценного, и я не имею права вам давать медицинские советы, но я могу рассказывать то, что делаю я, и делиться с вами своим опытом. Так вот, в этом видео, как и других остальных, я делюсь только своим опытом. Значит, есть очень много, причем очень, да, реально много побочек. К примеру, если мы сама возьмем операцию слив, есть побочка, я знаю конкретно людей, у кого это было. Пару дней после операции, иногда это может занять неделю, ну, как правило, это в первые сроки, желудок склеивается. И чтобы его расклеить, нужно или делать еще одну операцию срочную, или есть такой метод, не в каждой больнице его делают, через рот, да, вставляют такой не очень большой баллон и наполняют, пытаются открыть желудок. Если не получается, тогда уже делают операцию. После, допустим, если мы возьмем с вами операцию, как у меня второе шунтирование, там тоже есть свои нюансы. Тоже есть свои нюансы. К примеру, возьмем один из самых распространенных, это демпинг. Теперь демпинга бояться не надо. Надо знать, что он может быть, надо принять его к сведению и просто вести себя подобающе так, чтобы демпинг до вас не дошел. Что же такое демпинг? Демпинг, это седром демпинга, можете посмотреть в гугле, что это такое. Это, грубо говоря, когда в ваш организм попадает довольно большое количество сахара, и организм не успевает его обработать, и он прям, вот сахар попадает вам в кровь. Может быть, голова окружения, слабости, до потери сознания. В первый раз, когда у меня произошел демпинг, я был в шоке. Причем самое интересное, у меня он произошел не из-за поедания сладкого, а из-за большого количества углеводов. Я на работу как-то пришел, решил взять картошечку жареную, это было где-то примерно через почти год после операции. Ну, вижу, картошечка прикольная, я обычно ем очень мало углеводов, тут прям вот, не знаю, потянуло. Я взял картошечку, и как меня понесло после этого, было очень прикольно. Поймите, у каждой операции есть что-то, но это не значит, что вы попадете в статистику. Вы можете попасть в эти несчастные 10-20%, иногда больше, иногда меньше, какая-то операция, но поймите, этого бояться не надо. Этого кардинально бояться не надо, потому что на каждую проблему, на каждую, скажем так, побочку есть свое решение. Даже вот я, да, я сделал, казалось бы, слив в свое время тогда, и вдруг ни с того ни с сего мне стало потихоньку все хуже, хуже, и хуже, и грыжа, и решили проблему. Решили проблему? Теперь, если не дай бог, я спущусь до веса, которого я не хочу, спущусь очень сильно, и на это есть решение. А решение данной проблемы вы услышите в одном из моих следующих видео, я буду про это рассказывать, про типы операции и прочее. Я надеюсь, если я смог рассказать вам причину, почему я сделал вторую операцию. Я надеюсь, это видео было для вас интересно, если да, ставьте палец вверх, подписывайтесь. делитесь, а также следите за каналом, потому что будут скоро новые видео. До новых встреч, пока.